Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать о такой базовой технике в обработке пейзажной фотографии, как блендинг по экспозиции. То есть смешивание нескольких фотографий с разной экспозицией. И на нескольких примерах покажу, как я это делаю. Эта техника позволяет нам расширить динамический диапазон при съемках сюжетов с большим перепадом по светам и теням, когда светотеневой охват не вмещается в возможности нашего фотоаппарата. Существует много разных вариантов применения этой техники, начиная от встроенной функции в Lightroom, HDR и заканчивая сложной работой с масками по яркости. В разных ситуациях я применяю разные методы и со временем я расскажу о каждой из них в своих видео. А сегодня я хочу показать базовый блендинг с помощью ручного совмещения кадров с разной экспозицией в программе Photoshop. Итак, поехали! Итак, в качестве примера давайте возьмем эту фотографию. Это Мьянма, ночная съемка в одной из пагод города Баган. Монах зажег свечи для совершения молитвы. Условия для съемки очень сложные. Внутри пагоды нет никаких дополнительных источников света. Полная темнота и яркий свет горящих свечей. Снять одним кадром в таких условиях практически невозможно. Так как если мы снимаем проработанные свечи, то область с монахом будет слишком темная. И наоборот, если мы снимаем часть кадра с проработанным монахом, то мы имеем яркий пересвет в области свечей. Именно поэтому я сделал два кадра. Один, собственно, для горящих свечей. Второй для проработки части кадра с монахом. Почему нельзя использовать один кадр? Давайте попробуем вытянуть из этого кадра, где проработаны тени, детали из ярких горящих свечей. Если мы снижаем экспозицию, то в любом случае мы видим, что детали в самих огнях свечей отсутствуют. И получаются белые пятна. То есть добиться детализации, как в этом кадре, у нас не получится. Теперь давайте попробуем вытянуть наоборот детали из теней в этом кадре. Как мы видим, если мы высветляем тени, то на высоких ISO, а ISO у нас здесь 2000, появляется сильный шум, и качество заметно падает. Поэтому для законченной фотографии мы будем использовать два этих кадра. Итак, мы начинаем с того, что обрабатываем основной кадр с монахом. Таким, а из görсов. а в самих Arihけнах. ты третий. Таким, как шумерен. ты рекомендами и акцентрия? Таким, как шумерен. Таким, 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 таким. Базовый светотеневой рисунок мы скомпенсировали. Теперь надо слегка приглушить шумы. Так как фотография сделана на высоких ISO 12800, я использую базовый шумодав в Lightroom. Базовый кадр мы обработали. Теперь нам нужно обработать из второго кадра пересвеченную часть горящих свечей. Я подтягиваю тени. Добавляю теплого оттенка в свете свечей. Достаточно. Итак, мы имеем два кадра. Один базовый с монахом и проработанными тенями. Второй кадр с проработанной областью горящих свечей. Объединяем обе фотографии, удерживая кнопку Shift. И открываем Photoshop как слои. В итоге мы имеем два слоя с этими фотографиями. Так как я снимал с рук, то мы видим, что при съемке этих кадров получилось легкое смещение. Чтобы их подогнать друг к другу, я использую функцию Photoshop. Объединяю оба слоя. И выбираю функцию After Align Layers. Photoshop сам автоматически подогнал их друг к другу. Так как в процессе объединения у нас получились лишние области фотографии, с помощью инструмента Crop я кадрирую кадр. Теперь фотографии у нас подходят друг к другу для объединения. Теперь базовый слой мы смещаем в нижнюю часть. А на темном фоне, где у нас проработаны свечи, создаем маску. Слегка кадрируем выпавшую часть. Теперь с помощью маски нам нужно отрисовать выбеленную часть области свечей. Выбираем маску. Выбираем инструмент кисть. Снижаем прозрачность, чтобы эффект был очень мягкий. И аккуратно прорисовываем выбеленные части. В итоге, с помощью аккуратного применения инструмента кисточки на маске, мы получили совмещение двух экспозиций. Создадим дополнительный слой кривых. В итоге, как мы видим, с помощью смешивания двух фотографий с разной экспозицией, мы получили вполне естественную и сбалансированную по экспозиции фотографию. Теперь давайте возьмем более сложный пример. Переходим в Lightroom. Давайте попробуем применить блендинг по экспозиции в этом примере, чтобы совместить нижнюю часть кадра и яркое закатное небо. В качестве базового варианта мы используем этот кадр. Делаем предварительную обработку. И дополнительно дорабатываем кадр с небом. Теперь объединяем эти кадры и открываем как слои в Photoshop. Нарисовать аккуратную маску на небе руками, как мы делали в прошлом примере, здесь вряд ли получится, так как слишком сложная граница и много мелких деталей в кронах деревьев на горизонте. Поэтому нам необходимо создать более точную маску. Для этого переходим на вкладку Channels. Как мы помним, на маске белый цвет это та часть, которая проявляет выбранный слой, черный цвет та, где скрывает. Получается нам нужна маска, где черным будет прорисована нижняя часть кадра и деревья, а белым только область неба. Давайте взглянем на каналы RGB и посмотрим, какой из этих каналов больше всего соответствует этим требованиям. Как мы видим, больше всего под наши требования подходит красный канал. Здесь максимально светлое небо и черная нижняя часть, а также кроны деревьев. Поэтому на основе этого канала мы создадим маску. Зажимаем клавишу Ctrl и жмем на красном канале. У нас выделяются светлые и темные области. Возвращаемся на вкладку Layers и создаем на слое с проработанным небом маску. Как мы видим, у нас уже получилось совмещение двух слоев нижней проработанной части и темного неба. Однако маска получилась недостаточно точной. Поэтому ее необходимо доработать. Для этого я иду в инструмент Levels, уровни. И с помощью ползунков увеличиваю разницу на маске между черными и белыми областями. Как мы видим, здесь остались еще и незакрашенные белые области. Поэтому берем кисточку и дорисовываем детали маски руками. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас базовый слой. Слой с небом с выделенной маской. Уже стало гораздо лучше. Однако мы видим, что все равно появляются неровности на стыке двух слоев. Чтобы их сгладить, берем кисточку, увеличиваем радиус до 400 и снижаем прозрачность до 15%. Затем аккуратными движениями по маске рисуем на границе стыке двух слоев. Снижаем прозрачность где-то до 10%, может быть до 8%. Уважаем на границе P 들 depiction. Что-то будет хорошо. Вот мой субтитры деловой системы waktu. В итоге разницу мы сгладили и получился более естественный переход. Как мы видим в этом примере, мы можем совместить два кадра даже со сложной границы с помощью создания аккуратной маски. На этом все, друзья. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. А также не забывайте подписываться на мой канал. Впереди у нас еще будет много интересного.